Здорово, бандиты! Мы опять с вами на Ахулисмок и сейчас состоится долгожданный для меня выпуск. Все вы, наверное, слышали о настолько сильно шумящих у нас в стране кальянах от Mamai Customs. Это производитель из города Самара. Хайп создал Антон Гаверонский, все это очень активно подхватили. Очень много положительных отзывов я слышал о кальяне. Очень долго хотел, чтобы он попал ко мне на обзор и этот день настал. Сегодня у нас на обзоре кальян Mamai Customs. Поехали! Ну что, поехали. Что касается моего изначально предвзятого отношения к кальянам Вовы Мамаева родом из Самары. Я не раз в индустрии говорил о том, что я убежден, что кальяны своим успехом обязаны Джону Кальяна, который устроил лютый хайп и действительно кальяны стали популярны на федеральном уровне. Я представлял, что кальян, который делает молодой парень сам лично своими руками, будет предельно недоработан. Мне будет очень большое количество причин, чтобы придраться к качеству кальяна. Тем не менее, давайте постепенно. Кальян приходит вот в такой вот упаковке. В комплекте идет шахта, в комплекте идет блюдце, мундштук и колба. Что касается того, из чего сделан кальян. Кальян целиком выполнен из нержавеющей стали, имеет скручиваемый диффузор. На удивление, опять же, все резьбы четенько садятся, все круто вкручиваются, никаких вопросов нет. Основание, насколько я понимаю, тоже выполнено из нержавеющей стали, покрытое какой-то красочкой. Могу ошибаться, но, по-моему, тоже из нержавеющей стали. Три намертво прикрученные выпуклости. Ладно, одна из них это намертво держащийся здесь порт, который одновременно служит коннектором, в который мы вставляем просто наш шланг. То есть никакого коннектора на кальяне Мамай Кастомс вообще не предусмотрено. Помимо этого есть клапан продувки. Как он работает, мы посмотрим сейчас чуть-чуть дальше. Маленький шарик, зашибись, все потерял. Есть клапан продувки, имеющий дырку на своем основании и 4 дырки по краям. Посмотрим, как это будет продуваться. И есть еще один порт. Он служит непосредственно держателем для нашего мундштука. И это является одной из фишек кальяна Мамай Кастомс, потому что на всех фотках, на которых я видел, обязательно шланг, обязательно мундштук вставлен в этот самый порт. Что касается блюдца, блюдца никаким образом не крепится. Я слышал уже огромное количество хайпа по поводу того, что блюдца гуляет. Действительно, в таком положении, если его поставлю, он реально гуляет. Но этот вопрос решается... Сейчас у меня, кстати, не тот уплотнитель, который я хотел взять. Но, грубо говоря, если мы берем большой, нормальный, качественный уплотнитель, блюдца без проблем фиксирует с этим уплотнителем, гулять практически перестает. То есть, ну, не знаю. Скорее всего, действительно, если я хотел бы прям люто докопаться, я бы, ну, как бы сказал, что это минус. Но я в этом огромного количества каких-то проблем не наблюдаю. Итак, у нас уже чашка, по-моему, перегрета давным-давно. Ну, а сейчас мы вставляем наш шланг на наш порт. И будем делать первую тягу, делиться своими впечатлениями, рассказывать, что же все-таки из себя представляет кальян, MyMyCustoms по курению. Начинаем. Итак, стоит отметить следующее. Покурил я кальян MyMyCustoms. Опять же, очередной кальян с накручиваемым диффузором мы оцениваем только диффузорную тягу, потому что понятно, что с любого кальяна можно скрутить диффузор, получить тягу классическую и ей наслаждаться. Тем не менее, если в комплекте идет диффузор, мы обязательно этот диффузор обсуждаем. Курил кальян я с несколькими вариациями количества воды. Сейчас воды у меня налито чуть-чуть больше, чем резьба диффузора, чем место, где заканчивается резьба диффузора. И тяга у меня приближенная к классической. Вторая вариация – это курить кальян, наливая воду непосредственно по окончании диффузора. И это как раз-таки тот метод, которым посоветовал пользоваться сам Вова. Он сам так курит кальян. Мы курим тягу приближенную к классической и будем делиться своими впечатлениями именно о ней. Стоит отметить, что если в кальяне Мамай Кастомс мы чуть-чуть переливаем воды, наливаем ее чуть больше для придания классической тяги, тяга начинает довольно-таки сильно страдать, потому что на фоне других кальянов чуть-чуть буквально перелитое количество воды, оно дает не чуть-чуть более приближенную к классическую тягу, а конкретно ее утяжеляет. Соответственно, если вы приверженец прям такой конкретно халиловской тяги, ее от кальяна Мамай Кастомс можно добиться вообще без каких-либо трудностей, без каких-либо проблем. Что же касается конкретно диффузорной тяги, если воды мы наливаем ровно столько, сколько нужно по окончании по верхнюю планку диффузора, курение кальяна Мамай Кастомс становится, не сказать, что запредельно диффузорным, то есть речь тут идет не о кальяне от Ивана Ботанова, речь не о тяге кальяна Веза Хука. Я не знаю, можно было такое говорить, у меня чашка просто от Ивана написана, может, она весь с молнией ударит, ну, всякое может быть. Вот. Что касается диффузорной тяги, она приятная, она не запредельно легкая, она не напрягающая, она довольно-таки приглушенная, звук получается довольно-таки плотненький, довольно-таки приглушенный. И курить кальян, в принципе, довольно-таки приятно. Так, продолжаем. Что еще нам нужно обсудить о кальяне Мамай Кастомс? Продув кальяна. Кальян, безусловно, продувается. С двух плотных таких мужицких тяг продувается практически полностью, но нельзя сказать, что продув прям запредельно идеальный, что ты там сделал чуть-чуть, там, пол-выдув в мундштук, и у тебя в колобе практически не остается дыма. Тем не менее, колобу продуть можно, и это уже действительно огромный плюс, потому что на многих кальянах, как бы ты ни дул, этой возможности не предоставляется. Ну, опять же, довольно-таки тяжело, но возможно. Что еще? А, ну, порт, в который мы вставляем наш мундштук, не знаю, огромное количество людей в интернете выкладывает фотографии кальяна Мамай Кастомс именно в таком виде. Действительно, наверное, люди этим пользуются. Я в этом какой-то определенной надобности конкретной не наблюдаю. Ну, есть и есть. Ну, замечательно, можно поставить. Ну, да, возможно, плюс кому-то мне абсолютно ровно. Не знаю, не вызывает никаких положительных впечатлений. Ладно, что стоит обсудить еще? Мундштук действительно очень крутой. Мундштук приятно юзать, приятно держать в руке. Мундштук увесистый. Опять же, что касается качества выполнения, придраться мне абсолютно не к чему. Все покрашено идеально ровненько, никаких зазоров. Все гладенько, все четенько. В руке мундштук лежит идеально. Поэтому никаких вопросов. В этом плане вы молодец. Ну, что? Закругляемся. Итак, мои впечатления от кальяна Mamai Customs. Выглядит отлично. Проблем с блюдцем я сильно не вижу, о которых говорят. Нержавеющая сталь, это замечательная. Тяга, в принципе, довольно-таки гибкая. От кальяна можно добиться того, что ты хочешь при курении. Вот эта штука с мундштуком, ну, не знаю, кому-то нравится, кому-то не нравится. Съемный диффузор, в принципе, все нормально. Цене кальяна на рынке составляет 8000 рублей. Это цена, которую сейчас в индустрии абсолютно никого не напугаешь. Кальян смело, наверное, можно отнести к бюджетному варианту кальяна, потому что, ну, действительно, цена не кусается. За подобного рода комплект, выполненный нормально, абсолютно с нормальным продувом, как бы это вообще не цена. Опять же, 8000 рублей, это что касается массовых дизайнов, которых делает VOLO. Что касается индивидуального дизайна, к которому вы можете обратиться и попросить что угодно сделать. Тут, как бы, цена уже будет варьироваться. Не знаю, сколько он будет стоить, но я думаю, что не запредельно дороже. Поэтому это было мое мнение на нашумевший самарский кальян под названием Amai Customs. Ссылку на производитель я обязательно укажу в описании к видео. Ну, а вы подписывайтесь на канал, ставьте лайк и рассказывайте своим друзьям, конечно. Че кого? Сучара! Лайк поставь!